Прочные партнерские связи, хорошие политические контакты, активный диалог. Все это еще раз продемонстрировал визит на этой неделе в Азербайджан государственного министра Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон. На встрече с президентом Ильхамом Алиевым было отмечено, важной частью партнерства стало сотрудничество в энергетической сфере. Подробнее эту тему обсудим с журналистом из Великобритании Юрием Голигорским. Юрий Самуилович, здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте, Михаил Бан, тоже очень рад вас видеть. Спасибо. Итак, на встрече с госминистром Великобритании президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о завершении крупного проекта Южного газового коридора. И, как известно, компания BP является стратегическим партнером нашей страны. Она с самого начала участвовала в качестве инвестора в основных проектах, которые реализуются в Азербайджане. С учетом новых событий, связанных с добычей газа в Азербайджане и инфраструктуры, завершенной в декабре минувшего года, какие возможности сейчас открываются перед Баку и Лондоном? Давайте поразмышляем вместе. Давайте. Дело в том, что в современном очень неустойчивом мире больше всего ценится устойчивость и предсказуемость. И поэтому было бы очень странно, если бы государственный министр, а это, по сути дела, ранг замминистра иностранных дел, если бы Великобритания не послала высокопоставленного представителя прозондировать почву относительно того, что же происходит сейчас в стране, которая является одним из важнейших, а, пожалуй, даже важнейшим партнером Великобритании в этом регионе. Надо понять, что в свете этих событий, очевидно, усилились какие-то альянсы, ослабли другие альянсы, и это естественно. Поэтому очень важно для правительства Ее Величества, правительства Великобритании, понять, как же будут складываться отношения между Лондоном и Баку в свете контракта, контракта века, который был подписан 27 лет назад. Это важнейший контракт. Это первая часть, я думаю, основная часть визита Венди Мортон. Вторая часть – это, конечно, новая тенденция в сторону зеленой энергии, возобновляемой источники энергии. Эта тенденция наблюдается и в Великобритании, и в Азербайджане. И, конечно, было очень важно сверить часы с азербайджанским руководством, как страна, которая, по сути дела, весьма зависима от старых источников энергии, так же, как и Великобритания, как она будет двигаться в сторону возобновляемых источников энергии. Сверить часы по той простой причине, что Азербайджан, так же, как и Великобритания, примут участие в ноябре этого года в конференции в Глазго, в Шотландии, по вопросам возобновляемых источников энергии. Вот, пожалуй, это основные вопросы, которые замминистра иностранных дел Великобритании обсуждала с высшим руководством Азербайджана. Говоря о теме, которая сейчас очень актуальна, это восстановление освобожденных земель Азербайджана. На ваш взгляд, вот ваше мнение хочется узнать, кстати, этот вопрос тоже обсуждался на встрече с президентом Азербайджана, какой вклад внесут британские компании в реконструкцию деоккупированных территорий? Для Великобритании, конечно, очень важен вопрос соблюдения прав человека. На любых территориях, будь то в Азербайджане, за его пределами, и Венди Мортон подчеркнула эту тему в переговорах с высшим руководством Азербайджана. Далее идет вопрос о реконструкции разрушенного жилья, разрушенных домов. И, конечно, Великобритания имеет большой опыт в градостроительстве, и многие британские компании готовы принять участие как в тендерных мероприятиях по тому, что решит азербайджанское руководство восстанавливать на этих территориях, так и по другим вопросам на территориях Нагорного Карабаха можно создать источники возобновляемой энергии. Учитывая ветряную энергию и количество солнечных дней в Азербайджане, Азербайджан может стать одним из основных энергетических узлов в этом регионе. И, конечно, Великобританию очень интересует подход азербайджанского руководства к этой теме, и, очевидно, эта тема была затронута в переговорах. И последний вопрос. В целом он будет касаться двусторонних отношений Баку и Лондона. Как вы оцениваете нынешний уровень развития связей? Я думаю, что отношения складываются очень хорошо. Это подчеркивает руководство и в Баку, и в Лондоне. И нет никаких предпосылок к тому, чтобы эти отношения ухудшились. Спасибо вам большое, Юрий Самуилович, что уделили нам время. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Напомню, нынешний уровень азербайджано-британских отношений на фоне визита в Баку государственного министра Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки мы обсудили с журналистом из Великобритании Юрием Голигорским.